Сегодня очень много информации о пакете документов для получения ВНЖ и гражданства в Турции. Но так мало достоверной информации о подводных камнях и самой процедуре получения. Здравствуйте, меня зовут Лиля. Сегодня я как раз нахожусь в этой стране и хочу поговорить о получении ВНЖ и гражданства. Итак, вид на жительство в Турции можно получить по аренде, покупке недвижимости, по поручительству семейной ВНЖ. Рассмотрю каждый случай. Итак, ВНЖ по аренде. Здесь все просто. Находите жилье, подписываете договор аренды с собственником или уполномоченным лицом по генеральной доверенности. Нотариально заверяете договор аренды, оформляете на себя электричество, свет и воду. Покупаете медстраховку и с полным комплектом документов на официальном сайте ГЕОЧ заполняйте онлайн-анкету. Во время вашего рандеву, то есть собеседования с инспектором ГЕОЧ, подаете полный комплект документов на туристический икомет ВНЖ. Далее почтальон занесет вам домой ваш новоиспеченный вид на жительство. Рекомендую самостоятельно подать онлайн-заявку. Некоторые офисы, предлагающие помощь в получении ВНЖ, могут внести недостоверную информацию, и иммиграционная служба вам вправе отказать выдачи ВНЖ. Лучше делать это самим. На Анатолийском побережье и курортах Эгейского побережья, Кводром, Марморес, Фетхие, легко выдают ВНЖ по аренде, но могут и отказать. Все на усмотрение инспектора миграционной службы. В городах, где есть работа, это Измир и Истамбул, неохотно стали выдавать или продлевать ВНЖ. Тем самым начали отсеивать нелегальных мигрантов. В Ангаре часто отказывают выдачи или продления вида на жительство. ВНЖ по ТАПУ. ТАПУ – это документ о праве собственности турецкой недвижимости. После приобретения недвижимости вам его выдают на руки. Если стоимость вашей недвижимости выше 250 тысяч долларов, то вы можете получить гражданство. Если ниже, то просто получаете ВНЖ по ТАПУ. Собственникам квартиры в ТАПУ может быть указан один или несколько лиц. Но, к примеру, супружеская пара с ребенком не может всей семьей получить ВНЖ по ТАПУ, если сумма меньше 250. Только один член семьи может получить вид на жительство на основании ТАПУ. А остальным нужно подать на туристический комет, то есть ВНЖ. Просто в свои комплекты документов они дополнительно вкладывают копию ТАПУ. Тем самым показывая инспектору ГЕЧ, что у семьи куплена недвижимость. Как правило, в получении вида на жительство по покупке квартиры в Турции отказов нет. И продлевают им ВНЖ без проблем. Единственный момент. Если вы получили ВНЖ по ТАПУ, то вы не можете жить по другому адресу. В противном случае вам аннулируют вид на жительство. ВНЖ по поручительству, то есть семейный. На получение семейного ВНЖ могут претендовать те, у кого родственники или молодой человек – турки. И они берут на себя ответственность за вас. При подаче документов на ВНЖ по поручительству нужно доказать родство. Это может быть свидетельство о рождении, о заключении брака и так далее. Если вы живете в квартире вместе со своим молодым человеком, турецкого происхождения, то необходимо доказать факт совместного проживания. Инспектор миграционной службы может задать вам неудобный вопрос. Почему парень-турок не женится на девушке, а просто живет с ней? Если пара будет убедительно отвечать на вопросы инспектора ГЕЧ, то проблем выдачи ВНЖ по поручительству не возникнет. Что дает вам ВНЖ в Турции? Вы можете наслаждаться всем многообразием Турции. Например, летом купаться на море, зимой кататься на турецких горнолыжных курортах, а в межсезонье отдыхать в отелях с термальными источниками, благо здесь таких много. ВНЖ в Турции дает вам все для комфортной жизни. В следующем видео о получении гражданства в Турции. Это интересно, не пропустите. Если вам интересен переезд в Турцию, покупка недвижимости в этой стране, советую познакомиться с представителями местных застройщиков и агентств на выставках зарубежной недвижимости Property Show и Investment Show, которые проходят 4 раза в год в Москве на Тишинке. В октябре и ноябре, и в марте и апреле каждого года. Ссылку на бесплатный электронный билет я даю внизу, в описании к видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик. До встречи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова